Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик. Сегодня у нас будет такое разговорное видео, вы меня давно просили записать, так скажем, ну, всю правду про семью Сландерины, Грэнни, вообще что откуда взялось, что да как. Вот, благодаря статье на Вики, так скажем, своеобразном, здесь мы посмотрим, кто же всё-таки такая Сландерина, с чего всё началось и так далее. Я с этим текстом уже вкратце ознакомился достаточно давно, вот, и все комментарии тоже почитал, тут 132 штуки, тут достаточно много статей, вот, может быть мы все их потом рассмотрим, если вам это видео понравится. Постараюсь вам всё объяснить, что к чему, что да как, вот, некоторые я, конечно, сам до конца не понимаю пока что, всё-таки я не разработчик, это вселенная, так сказать, Грэнни, для меня не особо понятно. Ну, в принципе, давайте приступим. Это у нас история про саму Сландерину пока что, вот, что как, чё там по её частям, по играм, тоже вкратце по сюжету и так далее, что же там вообще происходит, но тут не все игры, если честно. Давайте начнём. Саймон, или иначе известный как Слендер, играл в лесу с детства, он любил ходить в лесу ночью и нифига не боялся, прикиньте. Да, тут ещё про Слендермена этого рассказывается, как бы, вот он тоже жил, сейчас мы узнаем, кто он вообще такой для самой Слендерины. Когда ему исполнилось 10 лет, с ним случилась трагедия. Его дом был переделан и его родители снова полюбили. Ничего не понял. Он бросился глубоко... Нет, наверное, не полюбили, здесь просто немного неправильный перевод. Наверное, так сказать, ему поменяли дом. Может быть, он был сиротой, что-то в этом духе. Вот, он бросился глубоко в лес, где-то в безопасность. В итоге он нашёл тёмный и маленький дом, который оказался домом бабушки. Бабушка. Бабушка. Грэнни. Да, именно она. Бабушка была вдовой и имела дочь по имени Ангелина. Ну, может, на самом деле не Ангелина, по-моему, Анжелина правильно будет. Саймон и Анжелина выросли вместе. И когда они достигли 17-летнего возраста, они влюбились. Они провели много времени гуляя в лесу, когда вдруг однажды ночью Саймон потерял Анжелину в лесу. В конце концов, он нашёл её лежащей на гравийной дорожке. И тут вот тоже не до конца понятно. Ещё я вот видел комментарий, тут писали, очень странно написан текст. Вот я не до конца не понимаю, но, видимо, с ней что-то случилось. Тут написано, которое нереально. Вот, ну, видимо, может быть дорожка, которая ненастоящая. Либо Сландерина... Ой, не Сландерина. А нет, ну да, Анжелина... Нет, это не... Это нет, это не Сландерина. Анжелина притворяла что-то в этом духе. Саймон привёл её домой, и бабушка исцелила рану на ноге. Когда Анжелина проснулась, она сказала им, что её покусала собака с красными глазами, у которой были очень острые зубы, ну и укусила она её именно в ногу. Она также продолжала говорить о проклятии, она сходила с ума в этот момент. Я не знаю, что с ней происходило, но, скорее всего, может быть, собака бешенством болела, или тут вообще какая-то мистическая история, прям жесть. Вот. Она сходила с ума, и она не знала, что будет дальше. Когда наступила ночь, ей снилось, что когда-нибудь у неё и Саймона будет проклятая дочь. Этой дочкой, скорее всего, кажется, Сандерина, но, ладно, спойлерить не будем. Через год Саймон и Ангелина решили уйти. Если я буду случайно говорить Ангелина, не обращать внимания, просто... А здесь неправильный перевод, и у меня как бы криво переведено. Они нашли новый дом, а затем их дочь Сандерина родилась. Да, вот как раз-таки и получается, Ангелина, Саймон, это папа Сандерины и мама. Вот. И как раз-таки она и является той самой проклятой дочкой. Когда Сандерине с полностью 14 лет, произошло проклятие. Однажды ночью она и Саймон играли в лесу. Они увидели в небе туманную фигуру, похожую на Анжелину. Сандерина побежала домой, пока её отец всё ещё был в лесу. Когда Саймон вернулся домой, он обнаружил, что его дочь и жена лежат мёртвыми на кровати. С гневом и горем он пошёл на кухню и убил себя кухонным ножом. Но на самом деле они всего лишь притворились мёртвыми. Они отправились на кухню, чтобы найти Саймона. Но там он был мёртв и окружён лужайкой крови. Никто не мог помочь ему, так как они все жили одни, так сказать. Типа... Блин, как же это объяснить-то? От мира всего они как изгои какие-то были. Я фиг его знаю, никого рядом не было, ни больниц, ничего. Никто реально помочь не мог. Они испугались и побежали в лес, чтобы найти помощь. Но они никого не нашли. Они продолжали искать помощь, пока не потеряли надежду и не сдались. Поэтому решили вернуться домой и похоронить труп. Но когда они прибыли домой и вернулись на кухню, этого трупа уже не было. Они поднялись к своей спальне и нашли его лежащим на кровати. Затем он медленно поднялся, готов... А, подожди. Получается... Это уже какой-то он дух, что ли, или что? Тут говорится... Затем он медленно поднялся. Он был готов их принять в подземный мир, именно обоих. Забрав их души. Ну, обеих, наверное, правильно. Вот. Теперь Слендерина и ее мать начинают преследовать заброшенные дома и здания. Слендермен... Блин. А Слендермен преследует лес. После инцидента лицо Саймона стало пустым и бледным. Его руки стали длинными, и он развернул щупальца на спине. На данный момент он начал преследовать лес, чтобы искать детей, с которыми можно играть. Что случилось с бабушкой? Ну, просто посмотри на нее. Ну, понятно, да? Бабушка это Грэнни. Так, Слендерина 2D является первой игрой Слендерина, выпущенной 2 июня 2014 года. Потом про Слендерину подвал. Так, здесь она убьет игрока, все дела. Потом в конце начнется ролик, где Слендерина кричащая от гнева, потому что она не убила нас. А затем прошла через стену, идущую назад. Ну, вы можете это все на моем канале посмотреть. В принципе, я все проходил. Здесь Слендерина, потом Зетселлер 2. На этот раз есть три врага Слендерина, мама Слендерины и ребенок Слендерины. Обратите внимание, ребята. Это получается то, что та девчушка, которая бегает за нами, я думал, что всегда это Грэнни. Это нифига не Грэнни, ребята, была. Бабуля есть только в одной игре, которая называется Грэнни. А там, кто за нами всегда бегал во всех частях Слендерины, это была Анжелина, мама Слендерины. Вот в чем весь прикол. Они очень сильно похожи с бабулей. Да, это понятно. Но на самом деле оказывается то, что это нифига не бабуля, как все мы думали. Опять же, там вам нужно найти 8 книг, все дела, потом дальше еще другие части. Ну вот смотри, здесь написано то, что наверху ведет в комнату Слендерина, а подвал показывает ее секрет. Ее отец Слендермен, а ее мать Анжелина. И вот, в общем-то, весь секрет. Это как раз-таки Хаус оф Слендерина игрушка, помните? В конце-то мы поворачиваемся, там целая семья стоит. Вот как раз-таки в чем здесь и прикол. Дальше The Forest. Ну, Слендеринка, да. Преследует Рес и 3 дом ваша миссия. А вот, кстати, кто здесь такой? А-а-а, нифига себе! А тот, кто был в гробе, в той части, где мы нашли дом бабульки. Я так ее назвал. Ну, тогда я еще не знал просто. Ну, получается, уже Анжелины. Там был гроб, и в этом гробу был как раз-таки муж Слендерины. Это именно муж Слендерины. Это уже не Слендермен, который был муж Анжелины. Это уже, ну, другой персонаж. Я не знаю, как его зовут. Тут не написано. Вот, но... Ага, нет. Ну, просто муж Слендерина получается, который там в гробу лежал. Он еще в Слендерине Икс потом появится. Так, ну вот у них ребенок кто-то родился, сумасшедший, который бегает как дебил на четырех ногах. Всякая вот эта фигня. После того, как вы получите все ключи и откройте гроб, вы найдете мужа. После того, как он возвращается к жизни, появляется и начинает всех резать. Ну, странно. Ладно, и Слендерина Икс. Слендерина преследует замок Слендермена. Ее муж и его любимый паук помогают ей убить игрока. Главный герой находит медианную книгу и пытается захватить появление Слендерины без убийства. В конце игры вы оставили нож, чтобы убить своего ребенка в больнице из-за поспешности и паники. Когда бабушка входит и пытается вас убить, пусть Слендерина ест вас по неизвестной причине. Ну, вот, в принципе, и все. Еще также есть, конечно, комментарии других ребят, где они все вот это вот обсуждают. Это достаточно интересно, на самом деле. Ну, тут можно почитать некоторые. Давайте даже прочитаем. Я также прошу, ребят, чтобы и вы тоже со мной обсуждали, что вообще и к чему и следует ли дальше записывать такие ролики, рассказывать вам, что к чему. Вот всю эту правду, неправду. Я не знаю, как это правильно называть, но все-таки давайте это тоже будем как-то обсуждать, чтобы комментариев было достаточно много. Я тоже все это почитаю в следующих сериях. Возможно, если вы захотите, чтобы я эту рубрику, так сказать, продолжал, мы все это обсудим. А тут, кстати, еще пишут. Так что же действительно случилось с бабушкой? После того, как ее внучка Сландерина умерла, бабушка не знала, что случилось с ее семьей. Она была так расстроена, что пережила психическое расстройство, и она превратила ее в то, кем она стала теперь. Зомби из гнилой плоти, белых глаз и гнилых зубов. Я не знаю, как психическое расстройство может заставить ее стать зомби, но я имею в виду, что Сландерина тоже не была человеком. Но на самом деле, как бы Сландерина изначально была человеком, просто потом вот это проклятие случилось с ней в 14 лет, как раз, как там и говорится. Вот. Так, дальше что-то еще интересненького есть. Тут все запутано. Вот остальное. Ну тут много-много-много, блин, можно многое почитать. Вот. Но мне кажется то, что эта статья действительно открывает очень много тайн всякой непонятной для нас ерунды, которую мы не могли понять. Вот. Я не знаю, пугает вас это или нет, но фиг его знает. А все же мне так жалко Саймона. Это была Сландерина и вина ее матери. Если они не играли мертвые, эта традиция не произошла. Ну тут немножко неправильный перевод. Короче, имеется в виду то, что им жалко Саймона, потому что Сландерина-то и Анжелина, они же действительно притворились. И из-за этого как раз-таки Сландермен и помер. У него потом щупальцы еще выросли. Это просто жесть. Вот такие какие-то дела, ребят. Ну, не знаю. Мне кажется, эта идея просто капец какая жесткая. И, ну, она четкая. Может быть, конечно, она не до конца правдивая. Может быть, правдивая до конца. Не знаю его. Но тут еще написано, что Сландерина и бабушка, и Сландермен. Семейный Сландермен был принят бабушкой. Сландермен женился на Анжелине. Потом родилась Сландерина. Ну, потом они увидели облако. Ну, здесь, в принципе, одно и то же написано. А, здесь, видимо, просто исправляются. Все говорили, что Сландерина была внучкой бабушки, а Сландерина была дочерью Сландермена. Это не имело смысла. Но знаю, что теперь мы знаем, что бабушка приняла Сландермена. Вот, кстати. Действительно, блин. Это же непонятно. Как вообще Сландермен оказался замешан с этими Сландеринами, Грэнними и так далее. И вот как раз здесь тоже вся эта тайна раскрывается. Ладно, ребята. На этом все. Надеюсь, что этот ролик был достаточно долгожданным. Вы поставите ему лайк. Я вам постарался все, что знаю, рассказать, прочитать, показать. Не знаю, что еще тут сказать. Но реально, вот здесь просто все тайны раскрываются. Я бы хотел с вами обсудить, стоит ли дальше записывать еще ролики такой рубрики. Потому что здесь, может быть, мы еще найдем что-нибудь интересненькое. Про маму Сландерины. Что-нибудь такое, ну, действительно крутое, что мы хотели бы узнать, но не знаем на данный момент. Про Грэнни здесь очень много. Есть тоже, что про Мишку там, всякие подробности и так далее. То есть, если вам это, ребята, интересно, то комментарий открыт. И давайте все это обсудим. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик. Всем огромное спасибо. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok